Ну а наша борьба продолжается и прямо сейчас мы встретимся с участниками, которые, к сожалению, покинули наш проект. Как сложилась их жизнь после того, как они ушли из проекта «Волокитанси» и смогли ли они хотя бы на шаг приблизиться к осуществлению своей мечты? Об этом мы узнаем прямо сейчас и совсем скоро мы назовем человека, кто получит главный приз шоу «Волокитанси» — полмиллиона гривен для осуществления своей мечты. И наша борьба продолжается. И прямо сейчас я вновь открываю линии для голосования. Если вы считаете, что победы достоин Дмитрий Адаряков, Евгений Бровкин, отправляйте смс с цифрой 7 на номер 2013. Или звоните по номеру, который вы видите на своих экранах. Если вы считаете, что победить сегодня должен Дмитрий Адаряков, отправляйте смс с цифрой 3 на номер 2013. Или звоните по номеру, который вы видите на своих экранах. Если вы считаете, что победы достойна Екатерина Яндибирова, отправляйте смс с цифрой 10 на номер 2013. Или звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Ну что ж, а я уже готова представить вам первого участника Который покинул наш проект еще три недели назад Светлана Хоменко была одной из самых жизнерадостных участниц шоу Она пришла на проект не только ради того, чтобы сбросить лишний вес Но и для того, чтобы вернуть себе молодость Как изменились отношения Светланы с мужем после проекта Узнаете прямо сейчас А затем увидите самый красивый танец в исполнении Светланы Хоменко Вальс по мотивам фильма «Любовь и голуби» Ну это просто кусок мяса несформованного такого Все везде висит, на бедрах ушки, на руках крылья Грудь, уши спаниеля, но, не словом, красавица Вот такое ганебное життя, я не хочу и помирать не хочу Вот так На великой танце Светлана Хоменко прийшла с вагой 125 кг Та найбільше вразило, що жінці лише 44 роки, а виглядає вона значно старшою Старуха навіть уже старуха Та боротися за нове життя Светлана від початку була налаштована решуче Ставим, еще 5 раз оберись Столько мені складно було, що це навіть не передати словами От тільки старання найстаршої та найважчої серед жінок учасниці судді оцінювали невисоко З чотирьох ефірів Светлана тричі опинялася в номінації Некоторі моменти були не то, що не в музику, це було абсолютно мимо Вся нагрузка на партнере, він як будто прицеп тянет Женщина в латиноамериканському танці – це пантера перед прыжком А ми сьогодні увидели холодець на праздничному столі, це правда Зрештою жінка покинула проект, залишивши глибоку рану в серцях інших учасників, які її дуже полюбили Але в мене була як мама Я була її другом, я і залишся її другом Тому що вона ушла, це ще не значить, що дружба прекратилась Неприєтно, однозначно неприєтно Все близкі виходять, к сожалению, все це ушло Як кусочек сердця отрываєш, потеряли собеседника, друга, человека, которого хочеться підтримувати, которого хочеться слушати і бути рядом Шоу закончилось, це действительно так, але життя, конечно, наша наша продолжає У мене є любящий муж, діти, невестки, але у мене все є в житті Мене тільки не хватало, як кажуть, волшебного пенделя для того, щоб жить хорошо і щастливо Ну все Лише вдома Светлана усвідомила, що насправді втратила В понедельник, коли мене оставили одну дома, в школу, в сынов'я на роботу, вот тогда, конечно, мені було грустно Я плакала, тільки аж в понедельник поздно вечером Я пам'ятаю все, від первої минути до найбільше, найбільше Танці я випоминаю постійно Очень не хватает танців Мені б ще пару еферів б, там, видержати було б і добре Все-таки худеть на проєкті легше, ніж вдома Але повертатися до колишнього життя Світлана і не думала А втративши на проєкті 20 кілограмів, жінка і надалі над собою працює Я займаюся зараз фітнес-клубом, я їжджу на велосипеді, я багато ходжу, я підтримуюсь дієти В холодильниці у мене риба тушеная з овощами Соуси не їм Так, борщ питаю, всі її дісти? Да, всі Тож не їм борщ Тут багато олійки, жарене, і з цибулькою, і з морковкою, і з усім іншим Тобі очком А мені це не можна Завдяки завзятості та неймовірній силі волі, Світлана схудла на 6 розмірів Вставляєте, якісь це розміри Ну, раніше взагалі невозможно було сходити в магазин і щось купити себе Як говорила Руслана Писанка, холодцом Похвалити себе я можу Змінам дружини радіє і чоловік Світлани, Олег, якого вона соромилася до проєкту та обмежувала в інтимному житті Глаза горять, бісики в глазиках стріляють Я знаю, що таке хочу, що таке страсть і що таке любити мужчину Спати йдемо вдвоєм, вместе Та найбільшою своєю перемогою Світлана вважає те, що їй таки вдалося помолодшити Іноді казалось, що над моєю головою вже кружить осінь, сентябр моєй житті І вот тут проєкт, а на проєкте – светлий, теплий, весенний лучик І тепер я точно знаю, що мій заказ в житті ще де-нібудь за вон, так, лет на 15-20 задержиться АПЛОДИСМЕНТЫ ДОБИСМЕНТЫ 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 нашего шоу. Руслана, когда Светлана была в проекте, вы достаточно жестко высказывались по поводу ее танцев. Что сегодня? Поменяли вы свое мнение или нет? Я свое мнение не поменяла. То, что я говорила Свете, я говорила всем женщинам Украины. И поэтому с нами нужно жестко, с теми, кому нужно, как говорится, немножко сбросить. Я поменялась о Свете по другому вопросу мнения. Я считаю, что, Света, вы огромная умница. То есть, хотя и миниатюрная уже. Несмотря на то, что покинули проект, продолжайте заниматься, тренироваться, сидеть на диете. Приводите себя просто в полный порядок. И вы знаете, что самое главное я хотела сказать? Что вы просто помолодели. Помолодели без всяких пластических операций. И давайте договоримся между нами, девочками. Не слово о старости. Лет до 130. А там посмотрим. Вот. И мне кажется, что вы вот этим своим участием, своими действиями, тем, как вы сегодня выглядите, доказали женщинам всей Украины, что никогда не поздно начать. Начать улучшать свою жизнь и себя. Спасибо. Евгений, а вы наоборот говорили, что это был лучший танец Светланы. Так оно и осталось? Слушайте, то, что грузин сказал, так и есть. Понимаете, да? То есть мне... Я получил огромное удовольствие, как тогда, так и сейчас. И Руслана буквально с языка сняла то, что я хотел сказать, что вы, правда, очень помолодели. И я вам хочу сказать, что вы выглядите шикарно. Шикарно и с огромным удовольствием. Я, если позволите, вас обниму, потому что... Замечу, что Евгений в нашем проекте выходил только к Светлане. Спасибо огромное, Светлана. Поспешите в наше закулисье. Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что голосование за троту финалистов продолжается. Если вы считаете, что победы достоин Дмитрий Адаряков, отправляйте СМС с цифрой 3 на номер 2013. А Светлану Хоменко за кулисами уже ждет Владимир. Он очень за ней скучал. Скажу и вам по секрету. Это правда, я абсолютно этого не скрываю. Светлана, здравствуйте. Вы покинули наш проект три недели назад. Вы приехали домой к родным и близким. Но я знаю, что вы сейчас пересели на велосипед. Несмотря на то, что в вашей семье есть автомобиль. У вас кружится голова за рулем? Не, просто визуализирую. Почему на велосипеде? Ну, калории надо сжигать, работать над собой. Сколько километров в день вы проезжаете? Ну, 30-35, ну, не больше. Ну, это, конечно, немного. 35 туда, 35 сюда. Для Светланы Хоменко, как говорится, не круг. Скажите мне, пожалуйста, как изменились отношения с вашими сыновьями после того, как вы пришли с проекта «Волокитанси». Ну, они просто поняли, кто такой, кто такая, вернее, для них мама. И они ценят меня и любят. Ну, а вообще, насколько изменилась ваша жизнь после нашего проекта? Ну, моя жизнь вообще изменилась очень кардинально, да. и если говорить так правду, что начинать и работать над собой очень легко и просто, если знаешь, куда ты идешь, зачем ты идешь. У меня есть цель, у меня есть мотивы. Вот. И я иду к своей цели семимильными шагами благодаря поддержке и своей семьи, и друзьям, и проекту, и партнеру Славе. Вот. Ему за это огромнейшее спасибо. Он меня научил любить себя, любить свое отражение в зеркале. Вот. Поэтому огромнейшее тебе спасибо за все, за все. Ты настоящий хореограф, ты настоящий учитель, ты... Спасибо большое. Ты просто настоящий мужчина. Слава, вы будете продолжать заниматься со Светланой вне нашего проекта? Конечно, по возможности мы будем делать максимум для того, чтобы у нас работа продолжалась. Ну, отлично, это классная идея. Мне кажется, что нам с Жанной Бадуевой также стоит развивать мне лично актерское мастерство. Жанна, как считаешь? Я тоже думаю сесть на велосипед. Итак, Александр Таран был самым большим участником нашего проекта. Благодаря шоу он не только сбросил почти 15 килограмм, но и нашел свою первую любовь. После этого Александр сразу покинул наш проект, но история не закончилась. Как отреагировала его жена? На такой визит из прошлого узнаем в закулисье. И не пропустите африканские страсти от Александра Тарана и Екатерины Сильченко. Когда Александр Таран улюбленцем в суде. Кинг-Конг жив. Ну, для меня это очень удивительно, потому что я привыкла, что мой муж, он такой неуклюжий, как медвежонок всегда. Но когда я смотрю на прямых эфирах, как он танцует, так резво скачет, я просто удивляюсь, не верится, что это он, я его просто не узнаю. Та дружина навіть не сдогадывалася, как тяжело Александру долати зайвие килограмы. Я пошла за кремом, да? Я устал уже. Мы же не можем пять часов прыгать одно. У меня на 25 килограмм больше, чем у самого тяжелого после меня. Встал на плечи 25 килограмм и подергался там. Абы хоть якось підбадерити найважчого учасника шоу, на одному з эфирів до нього завітала особлива гостя, співачка Галіна. Яка виявилася першим коханням Товстуна. Если бы он прошел мимо, я бы никогда не узнала бы его. Мы встречались около года. Он был красавцем до такого момента, которого он себя довел и тот момент, когда я его помню. Конечно, это два разных человека. Верил в то, что у него всегда все получится. Та на третьем эфире шоу для Олександра Тарана закінчилося. Танец просто отсутствовал. Это были какие-то кривляния, просто какая-то ходьба под музыку. Забери камеру. Я не могу ничего хорошего сейчас сказать. Мне надо успокоиться. Я обещаю, что на гала-концерте буду важить не больше 120 кг. Зі строгою диеты Саша зірвався у першу же ніч поза проектом. Мы пришли вечером, выпили бутылку вина, но я пил вино, разбавленное с водой, один к двуму, так как Александра научила диетовую. И съел сыра твердого. Утром встал, у меня было уже 137 кг. Знаешь, что нельзя есть, но пойдешь все равно возьмешь лишний кусочек сыра, выпьешь лишний стакан кефира и все. Вес останавливается или колебания происходят. Я понимал, что дома гораздо будет тяжелее. Скучаю за режимом. Проте Александру вдалося себе опанувати. Стимулом для экс-учасника великих танців став гардероб. Я, конечно же, первым делом в нем перемирил все вещи, те, которые я не влазил. И для меня было очень большим удовольствием, что в половину вещей я влез. Некоторые вещи на меня были свободные. Очень большой кафе я получил от этого. Одни штаны, которые я покупал перед проектом, они очень были большие на меня. Александр пообіцяв, больше не зірвется с диеты и уже за рік будет весить 90 кг. Очень было тяжело все делать. Надо было подняться по лестнице. Я думал лишний раз надо это или нет. Старался не делать лишних шагов. А сейчас я день километров по 10 получается. Но я очень сильно хочу бегать через день, периодически ходить в бассейн и уже всю жизнь сидеть на диете. У меня жизнь после проектов изменилась кардинально. Мне кажется, что я внутренне даже реально помолодел лет на 10. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Александр, вы, конечно, ушли из нашего проекта, но вождем племени так и остались. Евгений, как вам вновь видеть африканские страсти на нашем паркете? Очень приятно было это видеть. Вы знаете, вообще, есть одна вещь, которой я очень горжусь. Я очень горжусь тем, что ни на одном проекте, ни за одну свою оценку, ни за один свой комментарий мне никогда не было стыдно. И я старался быть максимально на 100% объективным. Мне очень приятно, что никаких обид, мне очень приятно, что адекватное восприятие. Ну а этот танец, я считаю, этот танец, собственно, один из лучших вообще на всем проекте, который мы видели. Мне кажется, он настолько яркий, и вот мы даже с Русланой перешепнули, что это вообще на корпоративах этот танец должен быть всегда. Это запишите себе. Андрис, вы рады видеть вновь Александра в нашем шоу? О, Кинг-Конг возвращается. Саша, вы достаточно гармонично и естественно смотритесь в этом образе. И даже вообще незаметно присутствие лишнего веса. Ну и, конечно, в большей степени я рад видеть вас, Катя, на сегодняшнем эфире. Ну, слава Богу, что вам было приятно. Спасибо вам огромное. И бегите в наше закулисье. А я еще раз напоминаю, что продолжается голосование за тройку финалистов нашего шоу. Если вы считаете, что победы достоин Евгений Бровкин, отправляйте смс с цифрой 7 на номер 2013. Самый большой участник нашего шоу Александр Таран теперь даже в обычной жизни стремится как можно больше похудеть. И сейчас он нам об этом и расскажет. А также о том, чем закончилась история со встречи с его первой любовью, певицей Галиной. Владимир. Александр, я знаю, что вы после того, как покинули наш проект, сели на еще более жесткую диету. Расскажите нашим телезрителям, которые пытаются похудеть, в чем секрет? Какие продукты вы едите, которые исключили из своего рациона? Это очень тяжело. Для того, чтобы пытаться кушать по этой диете, надо попасть сперва на проект. Вот, понять, как необходимо правильно питаться. И овощи, и фрукты в основном. Все, может, чуть говядины, чуть куриной грудинки. Ну, мы видели этот кусок говядины и грудинки только что в вашем танце. Надеемся, что это мясо было постное. Тем не менее, мы также видели, что после того, как мы с вами здесь, за кулисой, встретились с певицей Галиной, как на это все отреагировала ваша супруга. После этого вы вместе с женой поехали домой. Скажите честно, вам что-то дома было за то, что вы встретились с певицей Галиной? Дома была только радость жены, потому что я вернулся домой. Все, а певица Галина, это, конечно, это прошлое. У нее сейчас своя жизнь, у меня своя жизнь. Может, когда-то, пока не общался, может, когда-то, может, нам позвонить, пригласить в гости друг к другу. Ну, чисто уже как. Не соглашайся. Я уверен, что для вас после нашего проекта началась новая жизнь. С новыми приключениями, ну и, конечно же, с верными крепкими семьями. Скажи мне, пожалуйста, Жанна, а ты мне доверяешь? Ну, смотря что. Ну, хотя, конечно, доверяю, иначе я бы не стояла бы здесь и не вела бы с тобой проект. А Ольга Рудяка мечтала стать телеведущей и найти свою новую любовь. Но она даже не подозревала, что ее полюбит человек, который весь проект был совсем рядом. Ее партнер Виктор Глытьинь. Как развивались их отношения уже вне проекта? Поверьте, финал истории совершенно неожиданный. Не пропустите непредсказуемую развязку и жаркое бразильское танго от Ольги Рудяки и Виктора Глытья. Я всегда боялась стать толстой, одинокой уборщицей. В моей жизни были мужчины, которые говорили, ну, что вы хорошо в постели, но фигура у тебя должна быть другая. Я чувствовала вообще ощущение, как будто бы, ну, ты никому не нужна, ты страшная. Ну, 30 лет достаточно много, когда хочется семью, детей. Я хочу проснуться счастливой навсегда. Одинока та разбита життєвыми помилками – такою пройшла Ольга на наш проект. Для меня это знаменательно, потому что, ну, Золушка сделала первый шаг на балу к исполнению своей мечты. Я для себя определила, что я сделала с помощью своего тренера первый шаг к своей мечте. Мрія Ольги – побудувати семью. Но найти человеку своей мечты – и ей заважали килограммы, которые никак не хотели уменьшиваться. Ольга худнула повильнее за всех других участников проекта. Я искренне радуюсь, когда худеет кто-то. Меня волнует то, что я худею меньше. Пять килограмм потеряла за неделю Ольга. Ольга похудела на 2,5 килограмма. На 2,3 килограмма. На 1,9 килограмм. И если я не могу решить за свой организм, чтобы он больше худел, мне остается только танцевать так каждый раз, как последний раз. Для того, чтобы этого последнего раза не было. О, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Підтримати Ольгу вирішив ее партнер, який згодом и закохався у женщин. Упродовж всього проекта Ольга отримувала від Віктора подарунки. А вот и новый подарок. Подпись прочитайте, Ольга. Виктор Глитин. Это ваш партнер, Виктор. Это вы? Это правда? Да. Ольга, вы ожидали? Та ця романтична история стала початком кинтя. Это не любовная история. Как своего мужчину на данный момент я его не воспринимаю. Витмова Ольги зипсувала стосунки пары, и колись хорошие партнеры на паркете не смогли гидно выступать. Я не знаю, что у вас, собственно, за пределами танцевальной площадки, сцены, но именно пары в танце я не увидел. Любовная история забрала занадто багато сил у обох, и как наследок пара, дивичи поспель, потрапляла до номинации. На последних секундах зрители решили, что в шоу останется Виктория Навродская. Жизнь может меняться, и для этого нужно все делать. И настоящий лидер – это тот, кто умеет делать выводы из того, что происходит. Мы сегодня ставим запятую, но не ставим точку. Та не ежа без соли стала основной изменой у жизни Ольги за стенами проекта. Я улыбаюсь, когда посыпаюсь. Мне нравится то, что я вижу в зеркале. Я безумно благодарна проекту за то, что он позволил мне открыть для себя себя новую. Я не могла подумать, что я буду есть продукты без соли. Меня сейчас поражает даже другое. Меня больше поражает, что я получаю удовольствие от этой еды. Если раньше для того, чтобы подняться домой, я на четвертый этаж ехала на лифте, сейчас у меня не стоит вопрос, ждем лифта или идем пешком. Я иду пешком, чувствую себя комфортно. Добрий друг Ольги, который сопровождал ее маму на каждом эфире, с интересностью спостерегал за развитком отношений Ольги и Виктора Глитиня. В конце концов он понял, что такую женщину втрачать не можно. На личном фронте у меня новые отношения. Это человек, которого я знала, но знала не близко. Как любой настоящий мужчина, он вхаживает красиво. Это цветы, это сюрпризы, это комплименты. Ну, то есть это все, что доставляет мне радость. Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяги и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он штучий. Брюнет, там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Ори-О-ри-О, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Ори-О-ри-О, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-О-ри-О, 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 де Жанейро. Ори-О-ри-О, о, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, Пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой, И вас с собою не приглашаю. Ори-О-ри-О, 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 де Жанейро. Ори-О-ри-О, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Да, он улетел, но обещал вернуться. Андрис, а вот вы любите вот такое страстное бразильское танго? Я сам, сам есть танго. Конечно. Евгений не сдержался, конечно. Оленька, вы так легко и непринужденно себя сейчас чувствуете на паркете, на сцене. На мой взгляд, это, скорее всего, отсутствие конкуренции, конкурентной борьбы, придает вам таких вот сил и уверенности. Андрис закрылся. Евгений, подождите, а вот как вы считаете, Оля очень хотела после нашего шоу стать известной телеведущей и моделью. Вот у нее получится? Есть шанс у нее? Слушайте, ну не только у Оли, вообще у всех, мне кажется, если чего-то... Вообще у всех в зале. У всех в зале, да, у всех. У жюри есть такой шанс. То есть танцором может не каждый стать, а телеведущий, пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что просто, если правда очень сильно этого хотите, это не просто банальные слова. И к этому вот, если есть цель, к этому стремиться и прикладывать определенные усилия, а иногда и очень много усилий, то обязательно этого добьешься. Что касается танца, прекрасный танец одно не понравилось. Почему на фразе «знойный и жгучий брюнет» почему, Ольга, вы сфокусировались на Андресе, а не на мне? Я вот этого, честно, не понимаю. По-моему, это очевидно. Это очевидно. «Знойный и жгучий брюнет» кто здесь? Спасибо вам большое. Жанна, прям классный танец. Женя, простите, пожалуйста, буквально одна мысль меня сейчас просим посетила в прямом эфире. Оля, если вы хотите стать телеведущей, начинайте на телеканале «Интер» вести погоду. Это хороший старт. Руслана знает толк в советах. Правда, я не вела погоду, скажу вам по секрету. Спешите, наши закулисы. Спасибо вам огромное. Голосование за тройку финалистов продолжается. Если вы считаете, что победы достоин Екатерина Индемирова, отправляйте смс цифрой 10 на номер 2013. Ольга Рудяка пришла к нам на проект с целью стать известной телеведущей и моделью. Интересно, как она движется к своей цели после шоу? Владимир. Мы безумно рады снова видеть вас на нашем проекте и вас, конечно же. Виктор, скажите, что вы сделали первым делом, как две недели назад приехали домой? Выспалась. Отлично. Но вы похудели еще вне нашего проекта дома? И если да, то на сколько килограмм? Я похудела еще на полтора или два килограмма. Но для этого я каждый день два раза утром и вечером хожу в тренажерный зал. Ну вот отлично. Секрет успеха от будущей телеведущей. Кстати, изменились ли ваши планы на будущее? Может, стали более конкретными? Они стали более конкретными. Я поняла, получила подтверждение, что если чего-то очень сильно хотеть и к этому прикладывать максимум усилий, то мечты сбываются. Отлично. Именно ради этого и приходят на проект «Волокий танец». Трепещи Украина. Если вы еще не видели будущую телеведущую Ольгу Родяку, тогда мы идем к вам, а также к Жанне на главный танк с полстраны. Жанна, тебе слово. Галина Бутылюк покинула шоу первой. И мы не видели ее два месяца. Как изменилась жизнь Галины за это время? Скажу вам по секрету, что изменилась она кардинально. Вы убедитесь в этом, увидев наш сюжет. И не пропустите «Ча-ча-ча» от Галины Бутылюк и Александра Пасмитюха. Мне часто кажется, что я буду для кого-то. Даже для своих любящих родителей. Когда люди на меня смотрят, большинство из них испытывают отвращение. Это ненормально, когда тебя принимают за беременную. Неймоверная количество комплексов, утрачена надея и вера в себя. Такой пришла Галина на «Великой танце». Та головне, на проект вона пришла за мрією стати мамою. С таким весом мне врач сказала, что я могу попрощаться с мыслью материнства. Это было все. У меня жизнь тогда пошла просто кувырком. Это убило часть меня. Для меня проект – это шанс стать мамой. Причем громадный шанс. Я даже не знаю, что потом. Вона отримала шанс на новое життя. Но с первого дня проекта все пошло шкараберт. Что ты расстроилась? Сашка попала в больницу, 52, родная. Когда я узнала, что Саша в операционной, так опять просили. Галина до последнего момента не знала, с кем вона выйдет на паркет. Та Саша ее не подним. Я смотрел на шикарно двигающиеся бедра. Мое первое выступление, скажу честно, очень волнительно. До сих пор дрожь в коленках. Ну, судя по оценкам жюри, вроде не все так плохо было, как ожидалось. Та наступного дня после выступа через выслуживую диету у Галины стався нервовый взрыв. Ты идешь на завтрак, на обед, на ужин, ты не знаешь, что там будет. Ты приезжаешь с надеждой на то, что ты нормально пополнечен. В результате, видите, это голову залитая. Черговым ударом для Галины стала травма ноги. Уйди, уйди. Когда было с коленом нормально. Я сегодня на него вообще встать не могу. Целый день. Завтра я вообще слял. Галина так и не смогла заспокоиться, и ее выступ перед судьями был таким же напруженным, как и життя в доме. Галя, вы все время плачете, вы бесконечно стонете, бесконечно жалуетесь. Если вы считаете, что вы не готовы участвовать в этом проекте, давайте собирайте косметички и уступайте дорогу тем, кто сильнее вас. Низкие оценки суддев стали выруком для Галины. В шоу остается Светлана Ханенка. Я не сдамся, я буду бороться дальше, даже за стенами этого проекта. И Галина стримала свое слово. На первом проекте жінка скинула 11 килограммов зайвої ваги. И это стало початком ее нового життя. Уходить первой всегда тяжело с проекта, потому что ты возвращаешься в свою обычную среду обитания. Проект стал для меня стартом новой жизни. Каждый день я хожу минимум 13 километров. Я на работу хожу пешком. А раньше я к своему телу относилась без должного уважения. Сейчас же мне приятно видеть мои изменения. Я могу подойти к зеркалу и посмотреть. Да, сегодня здесь стало на 2 сантиметра меньше. Я научилась себя любить. Реклама АПЛОДИСМЕНТЫ 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 получился каким-то легким воздушным беззаботным это он очень похож на те танцы которые исполняют жители латиноамериканских деревушек после сиесты у меня такое ощущение что побывала там вот где там в грузии тоже вот так же в грузинском танце женщина так сказать не так красиво работает бедрами у вас изменилась фигура мне кажется что вам нужно ехать на кубу и там вы будете просто королевой красоты поверьте богиня евгений скажите когда вы смотрели на танец вам вспомнилось начало проекта может взгрустнулась вам как вы чувствуете мои мысли жанра я это чувствую знаете правда я вспоминал причем я вспоминал и вот как раз ваш именно этот танец и прекрасный выбор музыки прекрасная хореография но вы знаете если во время соревнований какие-то ошибки они вводили вас в некий стресс то сейчас даже некоторые помарочки такие знаете мне нравится когда делаешь даже что-то неправильно какие-то вещи но с такой легкостью с такой уверенностью что как будто бы так и надо и это было прекрасно я получил удовольствие спасибо спасибо огромное поспешите пожалуйста в наши закулисья уходить из проекта первым всегда тяжелее всего но самое тяжелое в такой ситуации это не прекращать следить за собой и продолжать худеть в обычной жизни сейчас мы узнаем удается ли это галине владимир да действительно так случилось что он галина будалюк первая покинула наш проект но по большей части вы покинули этот проект из-за травмы поэтому первый вопрос конечно же как ваше здоровье ну скажем так я тогда прислушаюсь к совету я собрала свои косметички поехала полечилась собрала их обратно и приехала сюда вот отлично я знаю что вы лечились за границей тяжело ли было соблюдать диету так сказать в заграничном туре потому что соблазны там волк плюсив еще и какие большие ну немножечко информации неправильно я не совсем за границей лечилась я там была по другому поводу конечно когда попадаешь выходишь из проекта соблазнов очень много и главное здесь не потерять ту цель ради которой ты это все начал то есть понять что тебе действительно необходимо и хочешь ли ты возвращаться в то состояние свое было главное верить в себя дальше галине также знаю что у вас после проекта волокит танцы появились некоторые изменения в личной жизни поделитесь со мной и со всеми телезрителями это действительно эксклюзивная информация прошу без комментариев так все-таки есть кто же он секрет но пускай этот секрет останется в закулисье вы также оставайтесь а мы тем временем передаем слово жанне потому что сейчас суперфинале выступят трое суперфиналистов проекта волокит танцы жанна а а а Продолжение следует...